с ростова должна еще техника прибыть пожарный поезд заехал он стоит пожарки ездят движение будут перекрывать этот самым по трассе короче с речки рукава кидают на авиации вроде ряд не будет ну еще раз дня два будет гореть пока вы горите заливают чтоб не взорвались бочки подбитая позапрошлой ночью нефтебаза в пролетарске ростовской области бывшей россии продолжает гореть и будет гореть еще несколько дней пока не выгорит дотла гауляйтер ростовщины голубев заявил о задействовании трех пожарных поездов для тушения пожара смотрите как пламя горит вообще жестко все смотрите youtube канале что случилось почему все это происходит через столько дней после начала атаки стало ли уже четко понятно какие военные или может быть политические цели стремится достигнуть украина то как бы все это время мы немножко в таком неведении были гадали предполагали что к чему дело в том что цели операции могут вообще не быть известны никогда если разве что через 50 лет в архивных материалах кто-то будет разбираться но в любой операции такого рода есть стратегические оперативные цели и мы можем предположить что в любом случае такого рода операции проводятся с целью улучшения стратегических или оперативных каких-то какого-то положения что здесь может быть конкретно но если брать стратегию то эта стратегическая дилемма которая возникла сейчас перед кремлем что делать дальше то есть понятно что сейчас в шоке и в хаосе который наступил кремле это видно по путину это стало неожиданностью причем я уверен что разведка докладывал о том что есть группировки которые носят наступательный характер из признаки того что украинская группировка в сумской области готовится к каким-то действиям учились границу но проблема в том что военно-политическое руководство россии я думаю что просто принципиально не могло допустить что украина посмеет это сделать и поэтому на все доклады разведки был ответ что не разводите панику мы сейчас выполняем главную задачу это оккупация донбасса до американских выборов или хотя бы до конца года то есть до инаугурации американского президента чтобы затем быть в сильных позициях в переговорах даже не с украиной а именно в переговорах с новым американским президентом то есть здесь стратегическая дилемма сейчас состоит в том для российского руководства что делать то есть с военной точки зрения правильным решением было бы остановить наступление донбассе он никуда не денется от российского руководства там долбиться можно еще десять лет и направить несколько дивизий я сейчас не оговорился для того чтобы остановить вот то что сейчас происходит в курской области нужно две-три дивизий которые могли бы ударить во фланги прежде всего и по фронту остановить украинское наступление но русское руководство российское руководство сейчас приняло самое худшее решение которое может быть то есть поставила задачу герасиму продолжать наступление донбассе на других направлениях ни в коем случае не снижать темп видимо рассчитывая на то что украинское руководство сейчас окажется без резервов и придется им останавливать курское наступление и уже каким-то образом затыкать дыры там на других направлениях и в этот же момент попытаться наскрести каких-то различных резервов росгвардия какие-то третий эшелон резерв на на донбассе или в херсонской области ахмат и так срочники и так далее и направить это всю эту солянку в курской область попытаться купировать эту проблему и если российское руководство будет просто пытаться какими-то вот сборными солянками это все потушить ничего не получится будет еще хуже ситуация как далеко вот украинская армия сможет пройти вглубь особенно учитывая что ей противостоять как вы считаете будет вот это вот солянка в принципе если полностью провалится оборона российская то есть будет возможность выйти например курску то почему бы и нет потому что выход курску даже не нужно его там пытаться даже брать но подход курску на 20 километров и подход к атомной станции он создаст реально панику то есть областной центр эвакуировать это это уже не шутки это реально влияние на и на информационное пространство я думаю и на собственно политическое пространство в россии как бы она там не была развита или недоразвита но все равно давление будет с точки зрения военной я не думаю что для украины выгодно выходить аж на такую глубину то есть в принципе вот что я бы мог так придумать скажем так в этой операции опять же это фантазии но если развернуться и пойти на белгород зайти в тыл тех группировок которые сейчас атакуют харьковскую область да еще перерезать им коммуникации то есть это будет на принципе максимум там 40 50 километров от границы с украиной там очень интересно будет потому что вот например дорога курс белгород по ней идет том числе снабжение той группировки которая работает по харькову харьковской области волчанскую то есть если ее перерезать например на каком-то отдалении от белгорода это будет конечно шок ну во первых извините белгород отрежут от россии то есть получается защищали сейчас курска а окажется белгород в окружении просто в блокаде то есть это будет странная ситуация но она вполне возможно я например считаю что вот эта курска операция это всего лишь один из элементов более стратегической операции то есть могут быть в нужный момент когда скажем так клиент созреет может быть удар и на других направлениях но опять же это все в руках сырского насколько он понимает задачи этой операции и насколько он понимает суть происходящего то есть опять же куда-то в ходить в область и туда вкладывать огромные ресурсы том числе человеческие я не думаю что это сейчас для украины самый лучший вариант я думаю что пропаганда будет как я говорил пытаться вообще нивелировать этот эффект то есть будет пытаться говорить что ну там знаете там приграничные села какие-то эвакуировали ничего страшного нет ну ну вот нацисты что с них взять но лезут идиоты будем их убивать то есть в принципе здесь задача российской пропаганды максимально держать это в каком-то вот просто таком не опасном скажем так виде понятно что кроме того ну ютюба нет там я не знаю интернет уже начинают ограничивать даже телеграм там что-то попытки идут и кроме того я думаю что вот с момента введения кто режима то там все сейчас берут под контроль фсб и вот этих всех даже военкоров сейчас оттуда просто вычистят чтобы не было вообще никакой информации я не уверен что будет что российское население может вообще даже что-то заметить особо если не будет интересоваться то есть обычный человек ну что-то там произошло в принципе пока не увидит как у какого-то человека эвакуирована оттуда он вообще может не понимать что происходит это нормально принципе в обществе где ограничена информация это абсолютно нормально а вот по поводу элит вот тут могут быть вопросы потому что элиты то знают больше информации они будут знать фактически всю информацию особенно тех элиты которые действительно дорожат своим бизнесом статусом они понимают что да на войне можно зарабатывать в основном они все зарабатывают миллиарды долларов там на этой войне но опять же они же понимают что если будет валиться этот режим то они тоже туда уйдут в катастрофу и все их десятки миллиардов долларов там это все ни о чем это все испариться и о них забудут а вот эта ситуация она уносит опять все в другую сторону я думаю что как раз сейчас элиты очень сильно присматриваются к ситуации и могут принципе и как раз создать какую-то неудобную ситуацию для путина но опять же пока еще для этого очень рано о чем-то говорить к сожалению опять же я скептически отношусь тому что могут может быть может быть какой-то протест от населения но если кто-то изолиться хочет то население могут и поднять как это обычно бывает россии это часто случается по команде можно и запустить какие-то волнение или протест